Здравы будьте! Сегодня мы будем разбирать следующий миф из книги Каледы, который называется «Велес, Алтынка и Дей». Это последний миф, относящийся к эпохе Китовраса-Стрельца. И как и остальные мифы, он наполнен разнообразной интересной символикой, в суть которой мы и постараемся проникнуть. Я буду зачитывать миф по частям и пояснять. Когда шла до Дея Сидунича слава о родившемся боге, о явившемся сыне Сурьи, рассердился, разлютовал сады великий, властитель гор. В этой небольшой части мифа говорится о том, что Дея разлютовался от того, что вновь родился великий бог Велес, сына Мелфи и Сурьи Ра. Почему же рождение Велеса так сильно рассердило Дея, как ни одно до этого из появлений других богов? Вспомним, что Велес – это хранитель родового древа, наш первопредок, воплощающий в себе соборный образ души человеческой, то есть материя Мелфи, дочери Зимун, плюс духовная искра Сурьи Ра. Велес является хранителем душ человеческих, направляет их к воплощению в мире материи и встречает их после ухода из мира земного. Итак, Велес – это хранитель душ человеческих. Теперь давайте копнем глубже и обратимся к зервонитскому мифу о сотворении мира, космогенезису. Благословенный человек и был тем главным оружием Духа Света, носителем истины, Божьим Сыном, которому Отец доверил, царство над миром во времена Корана. Корана, то есть времени ограниченного, действующего только в мире материи, и обеспечил прямую связь Сына с Отцом. А шесть других материальных творений были призваны стоять на службе благословенного человека и служить его защитным каркасом, благодаря установленной взаимосвязи между миром Минок, то есть миром Прави, и миром Гитик, то есть миром земным, миром материи, через древо первопредков, хранителем которого является Велес. При необходимости Амеша Спента или Язаты, Ясуни или Святые смогут обеспечивать дополнительной силой и помощью людей, которые будут происходить от Гаямарта. Гаямарт — это Первый Человек, когда Анграмон Юдей решится напасть на материальный мир и расколет Первого Человека. Бесспорно, не во всем механизме действия оружия Бога Всевышнего разобрался медленный в понимании дух разрушения. Однако из провозглашенного духом света Ахунвара, Ахунвар — это молитва, погрузившая Дейева в цепенение, он понял, что самая большая для него опасность исходит от благословенного человека, главной составляющей этой системы. Те, кому интересен данный миф, отрывок из которого я прочитала, могут обратиться к зервонитской мифологии, тем более, что источник этой нашей славянской мифологии един. Хотя именно разные сюжеты немножко отличаются, но от этого сотни меняются. Из приведенных же отрывков становится ясным, что Дей ненавидит человека как творение, потому что Бог Всевышний доверил править в мире Яви именно своему сыну, творению, человеку, а не Дею, который изначально мечтал стать творцом и правителем мира явного. А еще потому, что человек обладает оружием, уничтожающим тьму. Это благая мысль, благое слово и благое дело. И бросался на землю дый, стал драконушкой пятиглавым. И одна глава пышет пламенем, а вторая глава свистит, третья плачет, затем хохочет, а четвертая та бормочет, рядом пятая та кричит. Долетел до гору Нуральских, начал гору шкетевым полить огнем. Как дохнет огнем на поляны, так пылают травы муравы, и дохнет на реке с озерами, высыхают реки с озерами. Далее следует также интересный отрывок мифа. Исходя из него, хочу сказать, во-первых, вот о чем. В некоторых изданиях, описывающих вирование славянских народов, их обряды, обычаи, их быт, говорится, что при сильной засухе, при пожарах люди думали, что это боги якобы насылают на них наказание за какую-то провинность. Позвольте, какие боги? О каких богах здесь идет речь? Я думаю, что не о наших светлых солнечных богах Ясуню. В данном отрывке мифа ясно сказано, что засуху насылает дырь. Одна из его голов или ликов насылает уничтожающий всю огонь. Когда это допускается? А допускается это в такие моменты, когда люди своими неправильными поступками выходят из-под защиты богов Ясуней. Если речь идет конкретно о стихии огня, то что скверняет эту стихию со стороны людей? Это, конечно, агрессия, злоба, войны, убийства невинных, жестокость, неправедные войны, буйства, дурная инициатива и подобные вещи. В таких случаях, когда такого негатива становится особенно много, можно привлечь на свою голову вот такие несчастья в виде засухи и пожаров. Это и есть одна из голов дыя, змея, засуха и пожары. Во-вторых, остальные головы дыя представляют собой силы, напускающие страх на людей. Одна свистит, другая бормочет, плачет и хохочет. Все то, что пугает и сводит с ума. Вспомним, что главной целью стрельца китовраса является подчинить себе эмоциональное начало. Помните, стрела, притыкающая луну, серп луны. Луна олицетворяет собой как раз эмоциональное начало. А значит и победить страхи. А миф относится как раз к эпохе стрельца, раскрывающей его мистерию. Итак, собрав свое оружие, способное поразить душу человеческую страхами, дыя, отправляется к Велесу. И набросился он на Велеса, на Амелфушку и Алтынку. И палит огнем бога Велеса, только тот ему не сдается, и огню там улыбается. И бросал он Велеса в морюшко, но не тонет он в синем морюшке. Подымал бог дый свой великий меч, но упал тот меч из руки его, и изранил он змея лютого. Вот интересно, почему Велес, батюшка, как говорится, и в огне не горит, и в воде не тонет. У меня на этот счет две версии. В первом варианте можно сказать, что Велес управитель стихий, они ему подвластны. Поэтому не горит и не тонет. Но мне нравится больше второй вариант. Помните старую русскую пословицу? Доброе дело или правда, и в огне не горит, и в воде не тонет. Ее смысл таков. Правда в огне не горит, и в воде не тонет. Значит, истину обнаружат, где бы ее ни прятали. Правда восторжествует над ложью и несправедливостью. То есть наши предки словно хотели сказать, что если твое дело правое, и ты придерживаешься принципов своей жизни, благая мысль, благое слово, благое дело, то никакой дыть тебе не страшен со всеми своими головами-пугалками. И даже если он поднимет на тебя свой меч, то от него же и получит раны. Но это справедливо, когда дело касается самого тебя. Читаем дальше. Ой, да ты, мать, белая речушка, дай спасение и сбавление. И запенились воды белые, и раскрылась горка белая, и укрыла она ярых туриц, Малфеюшку и Алтынку. В этой части мифа показано, что змей может действовать и по-иному, а именно, взять человека страхами через его близких людей. Дей зашел со стороны матери Виллиса и его сестры. И вот тут Виллису понадобилась помощь, и Бады разлучил его с его семьей, нагнав страх на женщину, на женское начало. Стал искать Амелфу с Алтынкой по горам, долинам сын Суревич. Обернулся он синим туром, и бродил он горными кряжами. И пришел к Великой Азов-горе, к горючему камню синему, и воскликнул тот Виллис Сурич. Помоги ко мне, синий камень, и ты, спящая дева камня, помоги, золотая баба. И раскрылся тот синий камень, и явилась на голос Бога золотая хозяйка гор. А вот тут интересный момент. Кто такая золотая хозяйка Азов-горы? Или золотая баба, как назвал ее Виллис. Это понятно, что некая богиня, у которой Виллис просит помощи. Однако, если мы вернемся назад к первоначальным мифам, и вспомним миф под названием Виллис, скрывается в Азов-горе, то поймем, кто такая золотая баба. Итак, и раздался голос Всевышнего. Здесь раскрыта Азов-гора, и Азовушка может выйти, только Виллису предстоит одолеть иные ворота, и через многие поколения обрести второе рождение. Но Азовушка так сказала, не оставлю я сына рода, воля мне без него неволя, здесь остаться вот моя доля. Будь по-твоему, но послушай, год за годом травой растет, вет за веком рекой течет, и сворожий круг повернется, и придет к горе сильный муж. Крикнет имечко, дорогое, и на свет тебя позовет. Это будет иное имя, но его ты тотчас узнаешь, станет имечко тот твоим. И умрет тогда старый Виллис, и родится вновь молодой. Ты же с тьмы иди к молодому. Прозвучали сие слова, и замкнулась Азов-гора. Итак, Виллис вызывает к жизни Азову, свою жену, ту, которая спасала его и не один раз, царицу Вод и хозяйку Азов-горы. Вот и в этот раз он просит ее о помощи. Жена Виллиса – это его сила, или, как говорят индийцы, его шакти. Его интуиция, его мудрость. Рождение молодого Виллиса и уход старого происходит именно здесь, возле Азов-горы, когда он приобретает или возвращает себе силу мудрости и способность соединения с потоком божественной информации. Почему именно с потоком божественной информации? Потому что Азова, связанная символически с планетом, Нептун в астрологической традиции, царица Вод. А Нептун в своих высших функциях как раз и наделяет такими способностями, как соединение с потоком божественной информации. То есть молодой Виллис приобретает те качества, проходит некое посвящение возле Азов-горы, которыми он и должен обладать, как бог мудрости. Азов – основа со своим Виллисом. Что это значит? Значит, в каждом человеке скрыты такие способности. Такие способности, как ведать с большой буквы то, что нужно и когда нужно. Именно ведать, а не знать. Говорила ему хозяйка. На высоком хребте Алтайском ты найдешь скалу золотую. На вершине золотой скалы там растет береза священная с листочками золотыми. А на той золотой березе там сидит золотая кукушка. А у той золотой кукушки две волшебные головы. Голова одна – Малфея, а вторая – Глава – Алтынка. В этой части мифа звучит тема нескольких символов. Священная береза и кукушка. Береза всегда считалась священным деревом наших предков и связана с женским началом. Когда рождалась девочка, во дворе дома всегда садилась береза. Ну и когда рождался мальчик, то садили дуб. С березой связана такая руна, как Беркана. Одна из скандинавских рун, ну известно, что скандинавские руны, конечно, были принесены в северные страны, естественно, из нашего рунического ряда славянского. Кроме всех прочих положительных значений, эта руна, связанная с березой, несет функцию защиты детей и женщин. По мифу на ней сидела кукушка с двумя волшебными головами – Амелфа и Алтынка, мать и сестра Велеса. Итак, береза защищает от преследований дыя. А были они в виде кукушки, потому что эта птица как раз символически связана с женщинами, которые потеряли свою семью, были разлучены с нею. Ну, кому интересно, может исследовать этот символ более подробно. Еще здесь упоминаются Алтайские горы, как горы, так же священные. Видимо, они считались благодатным местом когда-то у наших предков. И еще она так сказала, «Ты, Бог Велес, езжай к Алтаю, там найдешь черный замок у черной горы, той, что в нижнем мире под белой горой. Это замок дыюшки дивного. Ты сразись с тем дыем великим, и свободу пленницам дай». То есть о чем идет речь? Что ды, который не справился с самим Велесом, действует через его мать и сестру и пленяет их. Через что можно взять человека, имеющего сильное духовное начало, духовное происхождение, созданное самим родом небесным? Правильно, через материальную часть его души. И слова «И свободу пленницам дай» говорят о том, что человек должен освободить свою материальную часть от тьмы, сразившись с дыем. То есть преобразовать светом в свои духовные части и родить в себе любовь всеобъемлющую. И эта работа кропотливая, могущая растянуться не на одну жизнь, потому что именно материальная часть души, преобразованная духом, рождает любовь. И дала молодому Велесу злота баба оружие дивное, что для старого Велеса выточил сто веков назад бокс ворог. И дала ковер самолет, что в те годушки стародавние для него она соткала. И на том ковре самолете в небо синее взвился Велес, и парил он птицу в тучах, и явился он словно молния в черных скалах пред замком Дыя. В этой части мифа мы видим подтверждение тому, что Велес вызвал к жизни и соединился вновь со своей прежней силой Азовой. Про ковер самолет я уже говорила, когда разбирала миф Велеса, Велес скрывается в Азов горе. Ковер самолет – это некая защитная сила. Слово «скрывать», «покрывать». Даже в английском языке слово «ковер» означает «покрытие», с помощью которой возможно левитация и перемещение в пространстве. Кстати, Нептун в проявлении своих высших функций как раз дает сверхспособности. Но это только для тех, кто преодолел иллюзию материальности. То есть Нептун, он же дает иллюзию, и он же дает способности преодолевать иллюзию материальности. Кто научился управлять своим физическим телом, силой духа. Видимо, именно такое состояние Велеса описывается в мифе. Еще раз подчеркну, это доступно каждому человеку, но каждому в свое время. Потому что именно через мифы о Велесе раскрывается и мистерия прохождения души человеческой, через все испытания и уроки в мире земном. Видит он, из черного замка дивья рать выходит, и с нею дый. Он пьет кровь из черного черепа, и в руке его посох черный, весь обвитый черными змеями. Здесь хотелось бы просто обратить внимание на интересную символику дыя. Это, естественно, череп. А ведь очень многие сейчас носят подобные изображения на своей одежде или даже кожей в виде татуировок. Не вникай глубоко в суть этой дыевской символики. Череп – это символ смерти, символ дыя. Но символ какой смерти? Конечно, не физической, ибо эта физическая смерть – это не смерть, а лишь переход в иную форму бытия. Это смерть духовная, когда человек забывает о своем истинном происхождении и ассоциирует себя только лишь и только лишь с телом физическим. Отсюда и все заблуждения, которые и дают возможность паразитировать дыю, пьющего кровь из нашей с вами духовной смерти забвения. А поскольку кровь – это символ жизненных сил, то нетрудно догадаться, исходя из символики мифа, из чего дыя черпает жизненные силы. Правильно, он пьет кровь из черепа, то есть из нашей с вами духовной смерти. А миром, как и с самого его сотворения, правили символы, поэтому обращайте внимание на символику и относитесь к ней серьезно, ибо что вы будете носить на себе, то вы и притянете. И вскричал тогда буйный Велес «Выходи, черный тур, на бой!» Да и тогда козлом обернулся, черным турушкой и длиннорогим, синим туром, «Быком могучим обернулся великий Велес, и сошлись они в чистом поле, стали биться и ратоваться, и побил козла синий бык, и не зверг он дыя на землю». Итак, сражение черного козла и синего тура. Как это можно понять более глубоко? Тем более, что черный козел назван здесь одновременно и черным туром, то есть также быком. Дело в том, что душа человеческая создана соединением некой первоначальной материи зимун или амалфеи и духовной частицы сурьера, чистого разума Всевышнего. Эта первоначальная материя является хранительницей истинных инстинктов, обеспечивающих выживание, продолжение жизни. Духовная же часть у тех, у кого она не заснула, воздействует таким образом, что материальная часть, пройдя определенный путь духовного опыта в виде нашей души, преобразуется в дух, обретая качество любви. Так рождается Творец. Это и есть синий бык, то есть бык небесный, то есть материя, бык, способная выносить и родить Творца. Ведь недаром знаком Тельца изначально управляло Солнце, то есть дух в астрологической традиции. Что же такое черный Тур или Козел? Это материя камня, гор, связанная символически со знаком Козерога, лишенная духовного начала, или ясного разума, ибо бык, да и так и не смог стать Творцом, подобно нашему Создателю. Недаром знаком Козерога изначально управлял Юпитер. А Юпитер это и есть огромный газовый гигант, которому не хватило немного до массы звезды, чтобы началась ядерная реакция. Поэтому Дэй вне вечности и выживает только за счет паразитирования на душах человеческих, когда мы проходим состояние духовной смерти. В мифе описана борьба двух материй, небесный, имеющий духовную составляющую, стремящуюся к соединению с духовным началом, синий бык, и каменный, не имеющий духовного начала, но стремящийся поработить, черный бык. И, видимо, только в такой борьбе душа человеческая возвращает в себе заснувшие качества чада Божьего, а не чада Дыева. Ведь без этого дальнейшее развитие невозможно. Тут пред Велесом появилась черная козочка Дива Деевна, и она воскликнула громко «Буйный Велес! Не трогай батюшку! Отпусти-ка сына Сыдуни!» И бак Велес услышал Диву, и склонился он перед ней, отпустил он Деюшку черного, и прогнал его с гора Алтайских. И пришел синий тур к белой горшке до котой святой белой речушки. Тут пред синим туром явилась золотая хозяйка гор, и ударила по горе, забурлила тут белая реченька, и раскрылась белая горушка. Из горы тот час заструился свет, из среды огня золотого, из раскрывшейся белой горки Амалфея с Алтынкой вышли, и сияет Алтынка солнцем, и чиста она, как луна, а Мэлфа, как небо звездное, сияет она с тожарами. И сказала так Златобала, о прекрасная Амалфея, из твоих сосцов истекает молоко рекою молочной, о Алтынушка, дочка солнца, ты любимица всех богов, сотворилась ты на камне, как явился перед горою твой великий брат Велес Сурич. Итак, в этой части мифа мы видим очистившихся от страхов Амалфею Алтынку, мать и сестру Велеса, освобожденной от плена, куда их загнал Дей. Иными словами, это преображение материи души в иное качество после сражения с Деем. Она светилась солнцем или духом, если переводить с языка символов. Как в мифе написано, и сияет она, как солнце. Также, исходя из символики, мы видим, что Амалфея сияет стажарами. Что такое стажары? Вот сведения, взятые из словаря. Стажары или плеяды, тесная группа звезд в созвездии Тельца. Состоит из семи звезд, видимых невооруженным глазом. При остром зрении можно рассмотреть даже десять и более двух тысяч телескопически. Иногда стажарами называют также созвездия Большой и Малой Медведицы вместе с полярной звездой, являющейся стажаром, вокруг которого вращаются остальные звезды. Здесь уместно как то, так и другое. Как созвездия Тельца, так и созвездия обоих медведиц. После освобождения от власти Дея материя Амалфи была преобразована в звезды. И это путь души. Ну а Малфа – это и мать Велеса. Значит, родиной хранителя нашего родового древа Велеса можно считать созвездия Малой и Большой Медведицы, о чем уже упоминалось ранее в предыдущих мифах. Оттуда и пошел наш род. Алтынка, сестра Велеса, описана в мифологическом словаре как дух Алтайских гор. Как сказала Золотая Баба, сотворялась ты на камне, как явился перед горою твой великий брат Велес Суревич. И еще рекла Злота Баба, от тебя, Бог Велес, корович, истекут народы великие, будут звать их скифами, скотичами, и осилушками, коровичами, и торчинушками, буйтурами, бериндеями, белогурами. И еще она так сказала, ты, Алтынушка, дочка Сурьи, станешь женкой Алтын-Чаргаста и родишь чаркасское племя Антов, Русов и Барусинов. И отныне все славят Велеса, Малфеюшку и Алтынку. В этой части мифа описаны народы, произошедшие от Велеса и его сестры Алтынки. То есть Алтайский край можно считать родиной чаркасских племен Антов, Русов и Барусинов, а отцом скифских племен Бериндеев, Белогоров, племен скотоводческих является Велес. Душа Велеса и Алтынки воплощены в потомках этих народов, а сами народы являются родственными, потому что Велес и Алтынка это брат и сестра. На самом деле, я так понимаю, что первопредков у белой европейской расы существует несколько, однако все мы объединены общим родовым древом. То есть наши первопредки являются братьями и сестрами или родственниками из одной большой семьи богов Ясуней. А вообще, если смотреть шире, вот в Зервонизме, например, сакральном учении персидских магов, говорится о 16 первоначальных расах, о 16 первопредках фравошей людей, которых создал Господь, спустившийся в материю, чтобы приобрести прививку от зла. Некоторые из первопредков впоследствии примкнули к нему же, однако большинство осталось верными своему создателю. В книге же Каледы рассказывается о первопредках конкретно славяно-арийских народов. А теперь подведем общий итог. Это миф, повествующий о ловушке Дея, а конкретно о том, чем он может пугать, пытаясь заставить человека приступить к закону Бога. Миф связан с эпохой стрельца, мистерия, символика которого говорит нам о том, как важно подчинить разуму эмоциональное начало и преодолеть страхи душевные. Велес боится не за себя, а за своих родных, и страх этот основан на разлуке с ними, на потере родственных связей. Замечу, что это не значит, что забота о близких и переживаниях за них это плохо, то дело в другом, а именно, когда Дея пытается заставить человека приступить к закону Божию, действуя через страх за семью. Это на самом деле непростая ситуация в жизни. Но такие ситуации человек притягивает к себе не просто так, ибо на все есть причина. И Велесу приходится сражаться с таким страхом, и он побеждает. И во многом, благодаря некому покрову силе, силе его жены Азова или Золотой Бабы. И мне думается, что этот покров это знание об иллюзии материи, материального мира. Ибо Азова, как царица Вод, как высшая поставь функции Нептуна, дарует Велесу такое виденье. Когда человек преодолевает эту иллюзию, он может силой Духа управлять своим физическим телом. И поверьте, это не сказки. Такое было, и такие люди, даже проявляющие в некоторые моменты таких способностях, они есть и сейчас. Отсюда и свободное управление своим физическим телом, начиная от превращения во всяких животных и заканчивая левитацией. Велес преображает свою мать материю Амелфу и очищая сестру Алтынку. То есть преображает материю светом Духа, сразившись со страхами. Мы же, как дети наших предков, должны следовать их путем. Я бы назвала это путем звездного принципа, ибо звезда, она светит всем. Символически это путь расширения и отдачи. Благодарю всех за внимание.